добрый день мои дорогие любители вязания сегодня мы с вами поработаем вот над таким мотивом в первых видеокадрах вы видели жакет кофту связаны именно вот с таких вот квадратов и ну и потом как бы завершение нашего жакета или выкройки жакета связан просто столбиками с одним накидом очень даже интересная идея мы можем применять не только такие квадраты любые киевам нравятся цветные может бы даже и не цветные и завершить вязание именно так как нам предлагается в этом в этой модели ну а мы с вами разберем как можно связать вот такой вот квадратик он вяжется очень просто начинаем с первой воздушной петельки и еще пять петель 1 2 3 4 5 по поводу пряжи вот это пряжа у меня лилу верно а вот серенькая пряжа это у меня она 16 связали мы сами колечком со соединили начало и конец петельки и вяжем 1 2 3 накид заходим с вами в колечком столбик с одним накидом накид следующий столбик с одним накидом 3 петельки подъема и 3 столбика опять 3 воздушных петли мы возвращаемся с с вами в колечко и вяжем столбик без накида вот у нас получается вот такой вот как бы лепесток в нашем цветке следующий лепесток точно такой же 3 воздушных петли накид заходим в колечко 1 столбик все все повторяется 2 столбик накид третий столбик 3 столбика 3 петельки подъема значит мы должны связать еще 3 воздушных петли и опуститься на наше колечко и связать столбик без накида нужно связать еще два таких лепестка получили мы с вами 4 лепестка последние 3 воздушных петельки я опускаюсь на колечко и свяжу соединительную петлю сейчас нужно с вами оказаться в вершине или в третьей петле подъема поэтому я захожу в петельку вяжу соединительную петлю 1 и 2 вот я оказалась нужно может быть даже 3 оказалось вершине с этой точки я вяжу 2 воздушных петельки накид помним что у нас здесь с вами 3 столбика заходим в вершину первого столбика захватываю две ниточки и вяжу недовязанный столбик с одним накидом затем во второй столбик следующий недовязанный и в третий столбик тоже недовязанный столбик с одним накидом теперь я соединяю все эти вершинки и далее вяжу 1 2 3 и наши три петельки которые опускались вниз в первую петлю зашла в итоге получила вот лепесток может быть даже нужно и две петельки не 3 а 2 чтобы у нас он был более аккуратным не торчало вот так вот вот мы с вами получили как бы завершенный лепесток цветка с этой точки две воздушных петли столбики без накида в третью петлю подъема столбик без накида в третью петлю подъема с этой точки две воздушных накид в первый столбик не довязанный с одним накидом 1 2 3 в третью петлю соединили соединили 2 воздушных петли и опустились вот наши три последних петельки то есть мы в первую петлю зашли и связали столбик без накида опять две воздушных в третью петлю подъема и так мы должны с вами соединить все наши лепестки обошла я все по кругу видите у нас получился такой как бы квадратик вот последние две воздушных петельки мы должны соединиться вот с точкой мы сюда вязали с вами соединительную последнюю петлю мы тоже в нее соединяемся обрезаем и закрепляем нитку вот так вот если мы вяжем однотонную то нужно будет продолжать в нашем случае у нас эту ниточку мы конечно должны будем с вами спрятать я ее пока сюда закреплю для того чтобы она нам не мешала дальше в работе вот так вот обрежу чуть-чуть но вы должны это будете прятать более надежно и вот теперь мы с вами сейчас начнем вязать серой ниткой у меня серая нитка у вас это может быть любой другая другого цвета как вы подберете цветовую гамму вот так вот и мы закрепляемся именно вот вершинки нашего цветка здесь у нас вершинка мы в нее зашли и закрепились вот так с этой точки я вяжу один два три теперь я делаю накид и захожу аж самое кольцо самое первое кольцо и вытягиваю нашу нитку до той длины видите как нам в общем то до длины ряда на котором мы с вами находимся захватываю рабочую нитку и провязываю сразу же все три на крючке далее один два три четыре пять шесть опять-таки накид опять-таки заходим самое нижнее кольцо самое первое и опять-таки вытягиваем нашу ниточку до величины или длины ряда с которой мы сейчас с вами работаем и провязали все три теперь мы с вами вяжем 3 воздушных петельки и фиксируемся в вершине следующего цветка красиво нужно захватить так чтобы не растягивались нитки вот так вот мы сами как бы получили первую сторону далее опять три воздушных петли один два три я делаю накид захожу в кольцо самое первое вытягиваю и провязываю все ниточки на крючке шесть воздушных петель два три четыре пять шесть накид заходим опять в кольцо вытягиваем до длины провязали один два три фиксируемся в вершине лепестка вот так проходим все с вами дальше по кругу обошла я все по кругу вот видите у нас получился как бы цветок ввязанный в такую как бы сетку последние три воздушных петельки я захожу в точку с которой мы начинали и вяжу соединительную петлю вот так теперь я сделаю одну воздушную петлю накид вот этот хвостик серенький который у нас был в начале мы можем уже его начинать прятать связали полустолбик накид вот эту же арку вяжем столбик с одним накидом и теперь будем переходить на вот арочку из шести петель до следующую я делаю накид и с одной стороны этой арки вяжем 4 столбика с одним накидом 2 1 3 и 4 так 4 столбика есть 2 воздушных петли накид и с другой стороны этой большой арки тоже вяжем 4 столбика 1 1 2 3 и 4 вот наша парочка которая идет именно к лепестку я делаю накид перехожу на нее в ней мы вяжем столбик с одним накидом накид вяжем полустолбик с накидом и в саму как бы вот вершинку столбик без накида накид полустолбик с накидом столбик с одним накидом накид вот наша большая арка под нее мы с вами как и договаривались 4 2 2 воздушных петли и еще 4 так мы с вами проходим все весь периметр нашего квадрата 3 4 столбик 2 воздушных и поворачиваем на следующую сторону по ходу когда мы с вами обвязываем наш край мы можем уже и соединять два квадрата да я покажу как это можно сделать но это можно сделать и иглой поэтому сначала навязываем квадраты потом соединяем иглой каждый выбирает как ему удобно я сделала в углу одну воздушную петельку захожу в угловую арку протягиваю вторую петельку накид и вяжу столбик с одним накидом по идее мы должны с вами вот сейчас зайти и протянуть нашу рабочую нитку через первый столбик накид вяжем с вами второй столбик точно так же соединяем второй столбик на готовом мотиве и второй столбик с рабочим мотивом вот так третий столбик соединяем третий столбик соединяем третий столбик готового мотива и третий столбик рабочего и четвертый вот такой способ соединения да вы можете может быть можно через одну опробовать варианты соединения может быть не так переходим далее у нас идет полустолбик мы его тоже соединяем делаем вот тут протянули нашу ниточку далее у нас идет столбик без накида по идее мы тоже его должны соединить ну может быть чтобы не так плотно было можно пропустить смотрите сами далее у нас опять полустолбик вот один пропустили да во второй ну и таким образом мы с вами доходим до края далее подключаем это столбик с одним накидом можем подключить следующий в угловой части может быть просто лентами соединить и когда вяжете а потом эти ленты разложить уже на или раскласть правильно на нашем выкройке и потом опять таки соединить иглу соединила я до конца довязала образец и вот что у нас с вами получается как соединять иглой иглой ну тут вообще-то наверное будет очень просто вы берете нитку с иголкой и по верхним полупетлям соединяете можете с лицевой можете с изнаночной стороны попробовать как вам больше будет нравиться так и соединить вот пожалуй все что я сегодня вам хотела показать и рассказать на этом моменте с вами прощаюсь понравилось ставьте лайки подписывайтесь вам творческих успехов и до скорых